Это будет сложно. Это будет сложная игра, учитывая фамилии игроков. И когда они говорят, там, мой депутат плохой, я говорю, вы просто не умеете им пользоваться. Диджитализация, даже и слово страшное. Людям простым хочется просто кушать и дороги хорошие. На противовес должен кто-то быть, потому что кто-то должен критиковать, кто-то должен указывать на ошибки. Какие сложные вопросы, Валера? Я даже не знаю, как на этот вопрос ответить. Это была бы борьба не на жизнь, а на смерть. Мне обязательно отвечать на этот вопрос, да? Сегодня у нас замечательный гость Ольга Алтунина. И по опросу, который мы проводили у нас на сайте, Ольга Алтунина заняла лидирующую позицию в качестве лидера думок, которые у нас на сегодняшний день формируются наше общество. И я тебя благодарю, что ты сегодня пришла. И как раз мы с тобой на эту тему пообщаемся. Спасибо за приглашение. Очень приятно, что именно с тобой у меня такой будет первый опыт такого живого общения. вопрос-ответ. Скажи, а вот насколько это ответственно? Вот это ощущение, знаешь, когда за тобой идут люди? Когда ты, делая какое-то своё действие, ведёшь за собой какую-то определённую часть людей? Вот эта ответственность внутри — это гордость? или наоборот, это тяжесть какая-то, которая? Знаешь, у этого чувства были разные этапы. Вот знаешь, когда ты такой, у тебя нет ни опыта, ты не умел это делать никогда, да? Потому что ты понимаешь, как руководить предприятием, да? Где пришли подчинённые, ты им платишь заработную плату, ты чётко нарезаешь задачи, и ты прекрасно понимаешь, что они её выполнят. В ином случае ты можешь применить какие-то санкции или методы убеждения какие-то. То есть с подчинёнными всё очевидно и всё понятно. Ну там, как бы, правила это ясные. А когда вокруг тебя объединяются люди, и объединяются же, ты понимаешь, это же не простые люди, объединяются люди, тоже лидеры своих коллективов, это люди взрослые, самодостаточные, у которых есть собственное мнение, и ты уже им не скажешь, мы будем делать так. Уже нет возможности приказать. Ну, как бы, такого и желания нету, потому что это комьюнити, такое друзей, наверное, больше, единомышленников. Я имею в виду по сравнению с управлением бизнеса. В бизнесе, да. В бизнесе ты поставил задачу, то есть она как бы там сроки на выполнение. Здесь это не работает. А здесь это не работает. И очень долго приходилось, ну, мне и самой внутри, я тоже этому училась, у меня же такого опыта не было, этому никто не научит, да? И методом там проб и ошибок, и очень много, ну, было и ошибок с моей стороны, когда уходили люди, которые, ну, реально были для меня очень ценными. Но вот я не знала, как в общественном секторе вообще это работает, да? То сейчас вот прошло время, и много было шишек, и вот сейчас я кайфую от того, какие люди вокруг меня. Вот я благодаря им учусь, я становлюсь благодаря им лучше, и я греюсь о них иногда. Вот есть рядом люди, которые, я чувствую, что всё, я истощена, вот настолько я отдаю, мало получаю, да? И мне достаточно там сходить с кем-то на кофе, всё, я зарядилась, я кайфанула. Даже мы можем не говорить о том, чем мы занимаемся, да? Просто я погреюсь об этих людей, и, ну, я понимаю, что мы мыслим одинаково на одном направлении, это не нужно там разжёвывать, объяснять почему. На самом деле это кайф невероятный. То есть, по сути, как бы люди, которые, вроде бы ты с одной стороны их ведёшь, и ведут они тебя? Да. Ну вот странный, да, парадокс? Да. Сегодня мы, знаешь, вот, ну, почему собрались? Что хотим? Как думаешь? Ну, не знаю. Главное, чтобы всё мирно разошлись. Чтобы я не обиделась, а ты был счастлив. Угу. Или наоборот. Ну, не знаю. Ну, я так, я с такой целью ехала. А вдруг ты меня видишь? Я шучу. Ну, ты же понимаешь, что у меня такого опыта, ну, вот такого общения, допустим, достаточно мало. У меня был только один такой опыт. Вот так, чтобы мы в прямом эфире. У меня даже был это прямой, по-моему, эфир с Мацукой. Ну, не специально играли прямо. Ага. Ну, я там потела и бледнела, и дёргалась, и он задавал такие вопросы. Знаешь, но он же тоже непростой парень. Ну, мне было очень страшно. Это был мой первый опыт. Я никогда не пересматривала эту запись, потому что... Ты помнишь эти ощущения, не хочешь переживать? Я не могу это ещё раз пережить. Сто процентов. Есть такой момент. Слушай, ну, честно, знаешь, как из-за чего? Мы, если ты помнишь, мы сделали опрос. Мне Саша говорила. Типа, а кто вот, ну, кого вы считаете лидером мнения, лидером думок, да? То есть, ну, как бы славянский. И, на самом деле, как бы разговор про вовлечение, про инфлюенсерство. Знаешь, как бы, почему люди идут на какие-то вещи, которые, ну, как бы не напрямую к ним относятся. Ну, и, как бы, вроде бы они за это болеют. Почему люди их поддерживают? Вот знаешь, как, вот не про проекты, а про людское. Про то, что вот в душе, про то, что наяву, во сне, знаешь, как бы про что болеем, про что думаем, про что переживаем, про что, знаешь, как будто бы мы вроде бы включаемся в социальную деятельность, вроде бы всегда ищем себе каких-то союзников, но в то же время бывает наоборот. Можно на секунду перебью, когда, в 2014 году эта публика вышла из Славянска, и я разговаривала потом с избушниками, они говорят, типа, самое страшное – это идейные. Но он говорил о тех. Да. Что там, типа, есть большая часть там за деньги, да, а есть идейные, типа, и они самые страшные. Я его слушаю и думаю, вот почему, допустим, со мной такое происходит, да, потому что, ну, как бы, я не про деньги. Да. Я заряжена, и я знаю, для чего я это делаю. Меня же не остановит ничто, да. Если деньги мне перестало платить, да, там, ну, какому-то там объекту, ну, человеку, да, он встал, пошел и все. Да. И ему неинтересно, он не будет это дотягивать. А я дотяну по-любому, потому что мне это интересно. У меня, потому что есть ответы на вопрос «Зачем?». Угу. И все. Зачем? Я зачем? Ну, а зачем? Ну, вот этот вопрос, ты говоришь, у меня есть ответ на вопрос «Зачем?». Ну, ты знаешь, я… Тогда, когда мне это рассказывали, я сама не знала ответа на этот вопрос, очень долго. Но вокруг меня было окружение, которое я тоже до конца не понимала, на тот момент, зачем, да. И были такие даже мысли, там, ну, ты знаешь, у нас есть общий друг, который говорил, а где, как он говорил, профит, да? Да. Типа, а что я с этого получу? Все. Я, ну, я не понимала, почему, но меня это бесило. Но я объяснить не могла, и как заперечь это, да, тоже не могла ему. И я долго сама к этому шла, потому что, когда ты что-то делаешь, ты там несешься вперед, что-то там делаешь, колотишься, и получаешь там тумаки, получаешь камни там в спину. И даже родня, там, мама мне всегда задает вопрос, типа, зачем тебе это нужно? Ну, зачем ты? Денег не получаешь. Как мой друг говорит, профита никакого нету, типа, то тебе там возле подъезда угрожают, ты что-то? Зачем? Объясни мне. И я очень долго не могла ей сформулировать на простом языке. Это в душе я знаю зачем. А ей я не могла это объяснить. Вот, ну, знаешь, несколько таких событий из жизни, когда там слезы наворачиваются в какой-то момент, и ты понимаешь, что именно для этого ты это делаешь, да? И там есть… Чтобы поплакать? А? Чтобы поплакать, чтобы, наверное, в слезах… Нет, когда, ну, это… Когда это цепляет, когда это болит, и ты понимаешь, что для этого, чтобы это переступить, там, ты готов что-то сделать. Ну, и что-то там конкретное, какие-то перед собой цели ставишь, да? Ну, и маленькими шагами к чему-то идёшь. Если там говорить за что-то такому глобальное… Знаешь, у меня никогда такого не было, ну, мне сложно, сложно, знаю, слезу выбить, да? Но, наверное, после войны даже какой-то ролик смотрю, там, который ко мне даже отношения не имеет, там, например, там, про военных. И в душе что-то такое поднимается. Даже не могу это объяснить. Я-то никогда не была там на фронте, да? Я не видела, на самом деле, там, людей, там, раненых с кровью, да? Но насколько глубоко я это там чувствую… Не видела, но чувствую, да? И я понимаю, для чего они это делают. Я понимаю, что они там, а мы должны здесь каким-то образом менять ситуацию. Ну, это если глобально. Знаешь, это так, ну, когда люди это слышат, они не хотят это слушать, потому что это звучит пафосно. А какими словами ты маме словами какими объяснишь? А маме, знаешь, маме оказалось очень просто объяснить. Когда наш её внук, а мой сын, закончил университет, и мы так понимали, что он не останется, но мы ждали от него аргументацию. Он говорит, мам, ну, там, я знаю три языка. Какую работу я найду в Славянске с достойной оплатой? Мы понимали, что ответа у нас для него на этот вопрос нет. И он задавал его просто риторически. Он прекрасно понимал, что ему сюда не зачем возвращаться. Здесь нету предприятий, здесь нету достойной оплаты, здесь нету работы. Здесь нету, кроме, там, мамы, бабушки, дедушки, там, якорей, у него здесь нету. Его ничего не держит. И мы понимали, что мир идёт к тому, что там, мы все будем гражданами мира, да, и нас не будут там сдерживать какие-то границы. Но он понимает, что здесь не очень. И он ищет там, где ему комфортно. И он собрался и уехал. И для меня это было, во-первых, очень больно, потому что там я вложу время, силы и свою энергию на то, чтобы здесь было хорошо. А он просто развернулся и уехал. Он в тебя не поверил? Нет, просто не во мне он не поверил. Ну, во-первых, поверить, понятно, что то, что я делаю, как бы оно даст результат. Но когда оно даст? И сидеть это время у меня на шее, как взрослый парень, ну, конечно, он на это не был готов. И он уехал. А потом мы начали реализовывать бюджет участия. И я начала ходить по школам и детям рассказывать, вот, бюджет участия, там, подавайтесь. И потом я начала задавать вопросы, а кто из вас будет поступать в вузы, не в Славянске? Ну, и представляешь, да, там сидит человек 30, они на все руки поднимают. И я понимаю все. И я говорю, о, классно, вы поступаете все в вузы 11 класса, замечательно. Кто из вас вернется в Славянск? И мне только подняли пять человек в одной из школ на Семеновке. И все остальные, никто не поднял руку. И я поняла, что это не только мой сын. Они все сюда не вернутся. И плюс я вижу, допустим, что у нас смертность больше, чем рождаемость. И по реестру избирателей у нас отток людей пошел такой сумасшедший, что даже во въезде… Мы уже опустились 90 тысяч, нет? Да. Уже опустились. 83 тысячи сейчас. Уже 83 тысячи избирателей. Было 90, сейчас 83. И я вижу, что отток идет не только о рождаемости и смертности. А по реестру выборцев можно посмотреть, как они уезжают из города. Они выписываются. В Авдеевке нет такого оттока. И я понимаю, что лет через пятьдесят Славянска просто не будет. Значит, надо сделать то, чтобы здесь люди оставались, чтобы у них были якоря, они хотели здесь быть. Чтобы они понимали, что они влияют на то, что здесь происходит в городе. И для этого надо делать определенные штуки, чтобы им было комфортно. Почему люди там чувствуют… И если все-таки вернуться, да? Маме. Я ей сказала, что согласно любых законам в миграции, да, там это Польша пережила, да, когда у них в двухтысячном пошел отток людей, они там поехали в европейские страны на заработки люди. Ну дальше… Они побыли десять лет там где-то, научились вести бизнес, научились новым видом развития себя. И они вернулись назад большая часть. Но они уже вернулись с новым опытом, с новым каким-то стартовым капиталом. А государство было готово уже… Понимая, что отток произошел, государство готово его было принимать с какими-то льготами. И пошел новый виток развития там малого предпринимательства в той же Польше. И я понимаю, что те дети наши, которые уехали, они вполне себе могут вернуться. Но для этого нам надо здесь провести работу. У нас для этого есть время. И вот для этого я здесь. И для этого вот я хочу это делать. И поэтому я типа, вот как мы с тобой говорили там, типа я идейная. Я абсолютно с тобой соглашусь, потому что часто, да, проводя какие-то… У меня тоже много аналогий, да, в отношении того, что бизнес, потому что я там много лет занимаюсь бизнесом, у меня есть там громадский сектор, с которым я тоже работаю. То есть все это, в принципе, мало проблем. Я еще к одному выводу пришел, что через время в громадском секторе работает все так, как работает в бизнесе. Точно так же поставленные задачи, разная только мотивация. Ну да, наверное, мотивация, но… Потому что задачи ставятся так же, сроки на выполнение ставятся так же. Но только задача выполнить, ну вот там не благодаря там заработной плате, к примеру, да, или премии за хорошее выполнение, а благодаря той идее, которая внутри живет. Ну вот я думаю, что вот, допустим, если мы говорим, допустим, о журналистике, да, о твоем бизнесе, которым ты занимаешься, то если бы здесь не было единомышленников, то такой бы продукт не получился, потому что зарплаты мало для получения того продукта, который бы ты хотел видеть, да, качественный. Поэтому в первую очередь в твоем бизнесе это единомышленники, наверное, а потом зарплата, да. Ну хотелось бы, чтобы она была хорошая, да, но… Может быть. Когда люди смотрят в другом направлении, да ты их просто даже на работу не возьмешь. Да? Ну конечно. Если там это касается, допустим, строительства, бизнес, да, то нанимая на работу слесарей или других специалистов, да, работодателю, по большому счету, все равно не имеет для него значения его там политические взгляды или взгляд на события, которые происходят там в стране, в городе и так далее. Он просто нанимает профи, которые умеют правильно, допустим, раскинуть провода и сделать электрику, да? Может быть, да. То есть как бы каждый по-разному. Я, допустим, обращаю на многие вещи внимание. То есть потому что я воспринимаю, например, ситуацию с точки зрения того, что мне с этими людьми работать и каждый день их видеть. Ну и вы формируете общественное мнение, потому что вы четвертая власть. Так или иначе вы задаете тон в городе. Вы формируете общественное мнение. От того, от подачи вами материалов тоже очень много зависит. И вопрос даже не встает, что один и тот же материал можно по-разному подать, да, и прокомментировать. А вопрос в том, что можно какое-то событие осветить, а можно его не освещать. Можно какого-то публичного человека достаточно часто показывать в кадре, а другого меньше. И от этого у людей будет формироваться мнение. Это очень сильная, ну это сила. Не зря вас называли четвертой властью. И здесь без идеологии, без единомышленников оно просто двигаться не будет. И по сути мы пытаемся сейчас провести аналогию. Сто процентов. То есть аналогия в данной ситуации, раз все равно ты становишься инфлюенсером и публичной личностью, становишься лидером думок, то соответственно у тебя те же самые рычаги. Да. По сути. Да. То есть ну как бы… Ну вот если пытаться сейчас как бы ответить на твою реплику, то для меня это очень большая ответственность. И вот с точки зрения того, как это должно происходить и каким образом это должно работать. Именно понимая, что это ответственность, ты к этому подходишь совершенно по-другому. То есть ты четко берешь правила. Ты четко берешь стандарты. Ты четко прорабатываешь все согласно того, как это должно быть по всем-всем-всем канонам. И естественно здесь нет возможности там для какой-то там манипуляции. Или там джинсы часто любят там некоторые у нас журналисты работать в этом направлении. Поэтому тут не получается. Почему? Потому что это доверие. Как у тебя формировалось доверие? Благодаря чему? Людей, которые вокруг меня? Вокруг тебя, да. Они же как-то тебе доверяют, раз они с тобой. Раз они… Наверное, это больше доверие, доверяют ли они мне. Да. Да. Я же про это говорю. Как у тебя формировалось доверие? То есть вот… Ну это же тоже, скорее всего, что были этапы, да? То есть ну кто-то будучи с тобой там работой или делая, или выполняет какую-то задачу, ты сказала, потому что они… Присматривались, да? …выходили, например, да, они шли с тобой продолжать дальше. А кто-то, наоборот, присоединялся. Какие сложные вопросы, Валера. Я даже не знаю, как на этот вопрос ответить. На это где-то… Ну, наверное, многие чувства мы же не можем, или многие какие-то действия наши мы не можем объяснить какими-то там законами физики или химии, правда? Нет, по ощущениям… Это происходит. Спасибо. Знаешь, вот когда ты начинаешь что-то делать, например, там бюджет участия, да, ну там самый простой пример. Как только мы стали появляться в СМИ, люди стали сами звонить, да, и говорить о том, что там… Мы заявки подавать не будем, ну там проголосуем, мы выберем своего фаворита, да, но если вам нужна какая-то помощь, вы обращаетесь. Ну, значит, уже они почему-то поверили. Это где-то, наверное, внутреннее. Ну, то есть я не склонна там убеждать, вот давайте мы с вами встретимся и поговорим на кофе, да, и я буду, когда мы будем пить с вами кофе, я буду вас убеждать, какая я хорошая, какая я идейная, какая я сильная, какая я умная женщина. Ну, как бы это глупо. Человек или верит, или мы с ним смотрим в одном направлении или нет. А дальше уже во время взаимодействия уже происходит как бы такая химия, где человек понимает, или мы вместе идём, или не вместе. Он видит по действиям, по тем шагам, которые мы делаем. И он уже принимает сам для себя решение. Или он дистанционно, но где-то там, не знаю, там, в Фейсбуке лайк поставит, и на этом его взаимодействие закончится. Да, кто-то готов там впрячься, там накинуть на себя лямку и двигаться вперёд, даже там тратя свои личные деньги. Просто не потому, что он получит какой-то там профит, а просто потому, что он понимает, что это нужно, это важно. Ну, наверное, это на уровне просто ощущений происходит. Ну, скорее всего, ты знаешь, есть ещё вот, ну, как бы, мнение бытует, я частично с ним согласен. Я действительно, как бы, придерживаюсь этого принципа, когда люди хотят быть соучастны к чему-то хорошему. Если вот, ну, что-то хорошее происходит, они, может быть, вначале не поняли, но когда они уже видят, что это выходит, ну, на следующий этап, не обязательно завершающий, и они видят о том, что это что-то хорошее, они хотят быть к этому сопричастны. Ну, ты правильно резюмировал мои там эмоции, да, и правильно её сформулировал. То есть, если, как бы, они пытаются там понять, и как бы это... Ну, тут же же хорошо, и я вроде бы как тоже постараюсь, и тоже вроде бы... Я рядом с хорошим, и стану рядом, да, или постою, или помогу там. И так уже будет получаться. Но тем не менее, как бы, в этом отношении люди часто по факту, это можно, знаешь, как провести такую параллель, да, показываем примером. То есть, когда мы, несмотря на ни на что, да, стараешься, делаешь, двигаешься, там, по ночам не спишь, что-то выдумываешь. Часто по ночам не спишь? Пока ты говорила эту фразу, я думаю, боже, такой тяжелый недавно был такой этап, где я вообще не спала, я очень болезненно, эмоционально переживаю какие-то там встряски. Хотя со временем стало все это оглажа, я помню, когда мы только зашли в депутатский корпус, это был бесконечный стресс, я там сразу похудела килограмм на 10, хотя ничего такого не происходило, но я была постоянно такая мобилизованная, ждала, когда что произойдет. И было очень сложно двигаться в той среде, в которой ты очень слаб. Прям совсем новый, да? Да, это был стресс ужасный. И любой, знаешь, любой звонок такой с негативом или любой комментарий в Фейсбуке, боже, для меня был это конец света. Ты себе не представляешь, я не спала ночами, я переживала, я там звонила, рассказывала. Комментарий? Да. Просто комментарий в Фейсбуке и все это. Для меня был это конец света, потому что я знаю точно, что я в этой жизни никого не обидела, плохого, никому ничего не сделала, никому ничего не должна, людей люблю, все хорошо. И тут на меня выливается негатив. А тут ты занимаешься пиаром, раздаешь бюджетные деньги. Да не важно даже, чем я занимаюсь, но просто был негатив. Помнишь его этот первый? Помню. Это было ужасно. Не расскажу. Не расскажу. Такое прям ужасное было. Ты что? Да я даже плакала. Сейчас прошло вот три года, я глядываюсь назад, и сейчас практически ничего там плохого не пишут. Но я думаю, что даже если бы там написали, то как-то уже... Я знаю, что я все делаю правильно. Я знаю, что я не допускаю ошибок каких-то глобальных. Даже если эти ошибки есть, то они там технические, и я, обращая на них внимание, делаю работу над ошибками, не допускаю их. Но глобальных ошибок я не делаю. Я знаю, что моя совесть чистая. И даже если кто-то что-то пишет, то я прекрасно понимаю, это или заказ, или просто у человека плохое настроение. Я очень спокойно к этому отношусь. Говорят, знаешь, те, кто долго в политике, у них такая бронь, да, броня. Такая броня, да. Уже начала появляться. Да, и очень спокойно, и даже иногда с юмором. А вот ты вот эту вот фразу, да, типа «тим долго в политике», то все-таки, ну, как бы местные органы самоуправления это не совсем политика. В нашем случае это политика. Это политика. Это политика. Ты позиционируешь себя как политика? Ну, не позиционирую. Так складывается ситуация, что мы же не хозяйственники. Хозяйственники находятся в исполнительной власти, которые сеют, косят и асфальт ложат, да. А мы лишь принимаем решения. И последние месяцы нам четко показали, что только политика, умение договариваться. И знаешь, политика очень много, наверное, знаешь, демонизировали вот слово «политика». Да. Страшно такое стало. Я, наверное, приведу пример. И, ну, думаю, для тебя он не очевиден. Может быть, для обывателя объясню, что политика, знаешь, это когда там… Ну, вот я живу в квартире, да, и у меня там, ну, условно, там красивый ковёр, джакузи, там не знаю, что ещё придумать, что-то такое красивое. Это у меня шикарный ремонт. Но когда я выхожу в подъезд, а у меня там грязный подъезд, вонючий, у меня там висят оборванные провода, я выхожу с подъезда, у меня там яма в асфальте. И вот эта дорога от моей двери, где мне хорошо, до другой двери, до следующей двери — это умение договариваться. Или договариваться со своими соседями, если ты в УСББ, или договариваться с властью, уметь договариваться с властью, чтобы тебе было комфортно не только за твоей бронированной дверью, но чтобы тебе хорошо было в тот момент, когда ты идёшь на работу, в детский сад, в школу. Это и есть политика. Вот тот момент, где ты учишься и умеешь решать свои проблемы для своего комфорта. Кто-то решает проблемы узкие, и его интересует только конкретно его подъезд и его дверь. А у кого-то более другое мышление, и он готов это делать для своего микрорайона, например, как наши квартальные. Или там вот те люди, которые подают на бюджет участие проекты. Они же не думают о себе, о своей двери и о своем подъезде. Они хотят сделать классно какому-то количеству людей. Точно так же и депутаты. Они мыслят более широко. Ну, во всяком случае, должны мыслить. И когда они говорят там, мой депутат плохой, я говорю, вы просто не умеете им пользоваться. Надо пользоваться депутатами. Надо уметь правильно. Надо инструкцию ему написать, как пользоваться депутатом, и у вас все получится. Ну, то есть мы слово политика сделали таким с минором, с таким с минусом. На самом деле, ну, как бы мы каждый день занимаемся политикой. На мне всегда. Да. На самом деле, в нас всегда. И я абсолютно с тобой согласен. Меня когда-то давно спросили о том, что почему ты, ну, там, пытаешься это что-то сделать, вот что-то как-то менять. Я говорю, понимаешь, я могу у себя дома сделать, у себя на работе взять. Говорю, сам не могу, не потяну просто промежуток от дома до работы. Ну, не выйдет. Ну, просто не выйдет. То есть, ну, как бы слишком дорого. Не зарабатываю столько, чтобы отремонтировать этот кусок. Ты видишь, это тоже политика. Это тоже политика. Этот кусок действительно, я с тобой абсолютно согласен. Слушай, ну, а вот, ты сказала, тогда был период, когда зашла только-только в депутатский корпус, были страхи, была какая-то, ну, новая среда, в которой было тяжело. Ну, как сейчас? Постоянно все меняется. Постоянно что-то происходит. Ну, сейчас мне уже там комфортно. Ты уже договариваешься. Я уже разобралась в правилах игры. Ну, они не такие сложные. Уже есть возможность договориться и привести те аргументы, которые будут все-таки. Ну, наверное, сначала даже был больше страх. Ну, вот, у меня не получится, наверное, не получится, наверное, не проголосуют. Ну, и не голосовали, именно так, как я думала. То, ну, со временем, наверное, вот проходит тот этап такого какого-то недоверия, когда нас там унижали, когда нам там закрывали рот, когда выключали микрофон. И когда ты, ну, своим, наверное, профессионализмом, что это очень громко, но на самом деле так и есть, да, когда ты доказываешь, что ты не просто человек, который там выбрало определенное количество людей, ты просто пришел, чтобы нажимать кнопку. У тебя есть свое мнение, и ты можешь его аргументировать, и ты докажешь, почему ты так думаешь. И ты даешь новый проект. Ты не просто критикуешь, да, там выходишь, машешь флагом и говоришь, там, вы все негодяи. Ну, ничего подобного. Я предлагаю. И когда коллеги это увидели, наверное, и чуть отношение поменялось. И, ну, сложные, конечно, это все, но это все возможно. Особенно очень классно получается, когда, знаешь, когда за тобой стоит какое-то количество людей. И даже они могут быть не всегда твоими союзниками, но они могут быть ситуативными союзниками. Ну, и это классно. Прям в этот момент. Прям в этот момент. Они вот прямо сейчас, как бы были. Я могу рассказать очень интересный случай. Это был первый, и, наверное, возможно, ты его помнишь, когда мы только стали депутатами, и мы понимали, что на старте задаются правила игры. Этим документом, который называется этими правилами игры, был регламент. Да, да, да. И мы там предусматривали доступ всех на сессию, трансляции, которых раньше не было, протоколы, решение сессии, чтобы это все было публично. Там очень много новых правил заложили, петиции, которых раньше не было. То есть мы такой массив документов подняли, придумали свои правила игры, и мы выходим на сессию с этим документом, и все голосуют против. Ну, то есть наш документ вообще не выносится, выносится какой-то другой документ, и все голосуют. И я растерялась, я понимаю, что вот из рук ускользает вот та возможность, которую мы себе можем там заложить на ближайшие пять лет. И нам удалось отложить этот вопрос, то есть тут приняли за основу, решили дорабатывать. И Дима Качков мне вечером звонит и говорит, слушай, а давай подключим общественность. Я говорю, слушай, ну какая общественность? Голодует 36 человек. Мы с тобой подготовили классный документ. Мы можем его доказать, мы можем его аргументировать, да? А как раз в тот момент принималось решение по поводу головы комиссии. Ну, тогда это еще первая стартовая. Главная комиссия, то есть? Да, да, да. И я говорю, ну, я в эту игру не играю, не надо никого привлекать. Ну, я считаю, что мы с тобой даем юристам и сможем доказать свою правоту, да? И объяснить, почему мы так считаем. Ну, и утром мы приходим на сессию, а там люди стоят с плакатами, с транспарантами. Ну, то есть, видимо, но все равно этот звоночек сработал, и Дима, наверное, все-таки подключил людей. Я была в шоке. Ну, то есть, я такого никогда не делала. Для меня это было... И я смотрю, думаю, боже, мы вообще, у нас вообще сейчас ничего не получится. И мы заходим на сессию и все, голосуем. То, что мы хотели. И те люди, которые стояли на пороге из полкома, я их не знаю. Я даже не знаю, кто это, кто были эти люди. Но благодаря им и общественному резонансу, и тому, что там были СМИ, и депутаты проходили через этих людей с этими транспарантами, что мы хотим новый регламент. Не знаю, стояли эти люди с транспарантами, они вообще понимали? Слово это, да? Это слово, и что они вообще хотят, да? И кто их организовал, да? И зачем они здесь стоят? Но это дало фантастический результат. Может быть, наоборот. Может, они действительно понимали. И может быть, наоборот, они именно и поэтому, что они понимали и знали. Они как раз и пришли. Но головой комиссии я так и не стала из-за этого. Не, ну понятно. То есть, как бы, не все же котом масле. Ну, вы, наоборот, вы мне развязали руки. Спасибо, что я не лова комиссии. Тут тоже, как бы, нужно учитывать. Я так представлюсь. Еще регламент выбрали, и лова комиссии выбрали. Ну, чудес не бывает. Ну, вообще, чудес не бывает. Абсолютно. Победа была знания. Тебе запомнилось именно это? Это было первое яркое, и мне было страшно само от того, что мы делаем, и не верилось в то, что мы делаем правильно. Это людям, ну, людям можно объяснить там про дорогу, про тротуар, про детскую площадку. Про регламент людям объяснить очень сложно.